Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Все работы по ремонту дорог в Сочи завершатся ровно через две недели. Годовой план выполнен на 98%. В селе Прогресс построят новый спортзал. Об этом стало известно на встрече главы города с местными жителями. Подрядчиками, которые срывают сроки ремонта школ, займется прокуратура. Ход работ в Лазаревском районе оценил мэр курорта. В Сочи сегодня поздравили строителей. Особо ответственным приготовили заказы на следующий год. Вениамин Кондратьев на заседании коллегии Краевой прокуратуры попросил обратить дополнительное внимание на всех региональных перевозчиков, особенно тех, кто работает в сфере туризма. За ситуацией в Новороссийске в оперативном штабе лично следили прокурор Края Сергей Табельский и губернатор Вениамин Кондратьев. Случившаяся авария вскрыла целый ряд вопросов, закрывать глаза на которые нельзя. Кубань в лидерах по количеству дорожно-транспортных происшествий в России. В прошлом году здесь зафиксировано около 7 тысяч ДТП. Сегодня в регионе планируют внедрять современные системы и устройства, призванные минимизировать последствия при авариях. Не страшно количество ДТП, страшно количество жертв ДТП. Вот что страшно. А количество жертв ДТП напрямую зависит от устройств на дорогах, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе и в случае ДТП. Вот есть ли вообще на дорогах, неважно, муниципальных, краевых, федеральных, эти устройства, либо их нет, либо какого они качества, эти устройства. И это все сегодня является предметом, в том числе и прокурорского надзора. В ситуации, которая ночью произошла сегодня, на федеральной дороге был бордюр ограждения. И поэтому автобус, он не сразу улетел в кувет, а он врезался в него, погасил ему этот бордюр ограждения, а скорость, и он скатился. Вот об этом речь нужно вести. Нам надо менять ментальность. У нас все время водитель виноват. Да даже если водитель, если человеческий фактор, если скорость, такие же современнейшие устройства должны быть безопасности на дорогах. А вы, коллеги, должны максимально контролировать сегодня строительство и реконструкцию дорог в муниципальных образованиях, в целом в крае. В регионе уже готовят программу безопасности дорожного движения. Проект в скором времени внесут на рассмотрение в законодательное собрание края. Зачастую основным фактором риска выступает ненадлежащая организация дорожного движения, и внесенная прокуратурой законопроект позволит произвести разграничение полномочий между органами государственной власти, местного самоуправления. Мы рассчитываем, что принятие этого документа будет способствовать улучшению ситуации на наших дорогах. В ходе заседания коллеги и прокуратуры обсудили и ряд других вопросов, в том числе и борьбу с коррупцией. Доклад прокуроров слушал и наш коллега из Краснодара о том, как соблюдают закон и порядок на Кубани, в нашем следующем сюжете. Надзорная деятельность краевой прокуратуры за прошедшие полгода уже принесла серьезные результаты. В ходе проверок пресечено 83 тысячи нарушений. Особое внимание направлено на защиту прав обманутых дольщиков. Возобновлены и активными темпами ведутся работы по завершению строительства более 20 многоквартирных домов, а это 3,5 тысячи квартир. Снесено 12 самовольно возведенных объектов. Инициировано принятие краевого закона, предусматривающее предоставление субсидий местным бюджетам на возмещение затрат инвесторам, достраивающим проблемные дома высокой степени готовности. С начала года сданы 22 долгостроя, привлечены новые инвесторы на еще 20 домов. Притом вот на эти 20 домов, где привлечены инвесторы, работа не вылазит по некоторым домам уже больше 10 лет. Принципиальный был подход, и он дал вот такой еще темы результат. Принцип неотвратимости, он сработал в этом вопросе. То есть каждый понимал, что либо он достраивает, либо он несет ответственность, в том числе и уголовную. И вот этот принцип неотвратимости, он сыграл свою роль. И это тоже важно. И он во всем должен быть, принцип неотвратимости, невзирая, какую должность или социальное положение человек в обществе занимает. Принцип неотвратимости – главный принцип, при котором мы можем и сможем добиваться результата. Подобный подход неотвратимости наказания принес свои результаты и в борьбе с коррупцией. Неприкасаемых в этом вопросе нет, заметил прокурор Края Сергей Табельский. И привел наглядную статистику. Выявлено более 4,5 тысяч нарушений, за которые свыше тысячи лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Для организации уголовного преследования следственным органам было направлено 54 материала в отношении коррупционеров. В судебном порядке инициировано возмещение 42 миллионов рублей, полученных чиновниками в результате незаконного обогащения. 31 недобросовестный представитель власти лишился своих полномочий в связи с утратой доверия, что является действенной антикоррупционной мерой. Тотальные проверки ждут и сферу жилищно-коммунального хозяйства региона. В частности, в поле зрения надзорного ведомства – программа переселения людей из аварийного жилья в Краснодарском крае. Как и прежде, на особом контроле прокуроров остались вопросы обеспечения жильем лиц, проживающих в аварийных домах. Завершен финальный этап программы переселения граждан из аварийного жилья на 2013-2018 годы, в рамках которого 280 человек улучшили свои жилищные условия. С учетом принятия новой краевой программы, предусматривающей расселение почти 4000 человек, работа на данном направлении будет продолжена и должна быть усилена, коллеги. Особое внимание прокуроров губернатор попросил направить и на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов. За все время в Краснодарском крае ни один годовой план не был выполнен вовремя. Проблемы преодолевают, решают люди. Неважно, это люди находятся в органах власти, либо находятся в форме вашей с прокурорскими погонами. А другие люди ждут результата. Это и есть жители нашего края. Поэтому нужен принципиальный подход, чтобы мы все-таки начали капитальный ремонт многоквартирных домов. Люди-то платят каждый месяц, и они хотят увидеть при жизни, что их дома ремонтируют. Поэтому здесь должна быть принципиальная позиция, потому что, коллеги, все вы живете в муниципальных образований, каждый в своем. И вы видите, ремонтируется, либо не ремонтируется. И когда мы жестко будем держать руку на пульсе, то есть прокурорский надзор, и здесь я не боюсь, и коллегам тоже говорю. То есть прокурорский надзор – один из эффективных способов борьбы с фалакитой чиновников. Поэтому ваше принципиальное присутствие, даже незримое над чиновником, любого уровня, муниципального, краевого, заставит его более эффективно работать. Благодаря эффективной работе самих прокуроров, жителям региона удалось вернуть долги по зарплатам на сумму свыше 200 миллионов рублей. Свои деньги получили и предприниматели, которым задолжали по муниципальным контрактам. Им выплатили 140 миллионов рублей. На Кубани стартовала уборка винограда. В регионе рассчитывают, что урожай янтарной ягоды в текущем году будет не менее 200 тысяч тонн. Краснодарский край – лидер в России по развитию отрасли. Это подтверждает и средняя урожайность винограда. Она достигает 95 центнеров с гектара. Сегодня заниматься виноградарством аграриям выгодно. Край компенсирует до 40% затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками. В этом году общая сумма субсидий превысит 700 миллионов рублей. Такая господдержка, безусловно, влияет на увеличение виноградных насаждений. В этом году площадь уборки составит более 21 тысячи гектаров. Благодаря поддержке отрасли на новый уровень вышло и виноделие. С начала года производство вина и шампанского в Краснодарском крае уже увеличилось на 11%. Все работы по ремонту дорог в Сочи завершатся ровно через две недели. Такую гарантию дает руководитель Департамента дорожного хозяйства. Годовой план выполнен на 98%. Строители закрывают нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с опережением на целых два месяца. Это улица Волжская, микрорайон «Мамайка». Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» добрался и до спальных районов. Работа кипит, причем в прямом смысле этого слова. Температура свежего аспальта достигает 100 градусов. К концу лета новым полотном здесь застелют почти полтора километра дороги. У данной улицы были неоднократные обращения жителей, гостей нашего города. Поэтому мы включили эту улицу в планы ремонта на 2019 год. На данной улице были заменены бортовые камни, произведен ямочный ремонт. И сейчас в настоящее время укладывается слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он характеризует себя как долговечный, прочный, с наилучшими характеристиками, что для города Сочи очень важно. После завершения работ по укладке асфальтобетона на дорогу по улице Волжска нанесут разметку, которой ранее не было вообще, обновять дорожные знаки. Ну а пешеходы переменно уже замечают по другим улицам, таким как, например, Островского. Здесь улицу преобразил не только свежий асфальт, но и новая брусчатка на тротуарах. А вот на улице Конституции вместе с новой дорогой появились дорожные неровности. Правда, они искусственно созданы и больше известны как «лежачие полицейские». Она сделана из асфальта, это искусственная неровность, обозначена специальными знаками. И теперь можно смело говорить, что безопасность, наверное, процентов на 60, на 70 обеспечена для тех людей, которые переходят. Таких две у нас неровности. А вторая устроена в районе дома Конституции 18, как раз в том месте, где у нас новейшая детская площадка, которая обустроена вообще надлежащим образом. И, конечно, посещение и поликлиники, и детской площадки интенсивное. Очень приятно, что там у нас все-таки теперь такая прекрасная пешеходная зона. Это очень радует. И очень радует то, что сами строители и департамент, видимо, транспорта города Сочи позаботились об этом. В плане дорожников в этом году отремонтировать 64 дороги. Одну из них на улице Леселидзе капитально. Строительная техника на курорте остановится 25 августа. У нас уже закончены работы полностью на 42 улицах. В ближайшие буквально несколько дней мы сдадим еще порядка 10 улиц. То есть у нас там уже процент выполнения работ 95-98%. Сейчас ведем большую работу по проектированию капитального ремонта либо реконструкции наших улиц, в том числе в сельских округах, где требуется смена покрытия. Поэтому могу заверить тех жителей наших, конечно, в первую очередь жителей, которые переживают, что только центральные улицы делаются. Это не так уже видно по этому году. Тот же пример с улицы Леселидзе. И уверяю, что эта работа будет только усиливаться в последующие годы. Какие дороги отремонтируют в ближайшие два года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас решают вместе с сочинцами. Именно горожане определяют перечень улиц, нуждающихся в ремонте. Происходит это на специальных встречах с председателями ТОС. Сумма остается прежней – 830 миллионов рублей в год. В 2020-м работы на сочинских дорогах начнутся уже в январе и завершатся до начала летнего сезона. Сочинская зима позволяет ремонтировать дороги без ущерба качеству. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 10 августа в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 26-28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. О новых перспективах в обновленном Доме культуры. Накануне прошла встреча главы Сочи с жителями села Прогресс. По просьбе селян клуб был капитально отремонтирован. Офис врача общей практики в селе открылся два года назад. И за это время стал популярен даже у жителей соседних сел. В сокрестных сел тоже, потому что многие заявляют желание обслуживаться здесь, поскольку до поликлиники добираться им по каким-то определенным причинам тяжело. Либо нет личного транспорта, либо какие-то у них ограничения, связанные со здоровьем. То есть им необходимо, чтобы врач находился к ним как можно ближе. Такой же врач есть рядом в селе Краевско-Армянское. Сейчас идет лицензирование зданий в селе Измайловка. На врачебном участке 500 детей. Все они ходят в сельскую школу. Здание, сетуют местные активисты, уже тесновато для такого количества учеников. Очень хотелось бы, чтобы нам построили еще один блок школы, потому что школа у нас маленькая, детишек много, учатся в две смены. Не хватает школе и спортзала. Вот эту проблему, как выяснилось, уже начали решать. Построить пристройку невозможно, ни при каких обстоятельствах. Парк с НИПом. Второе. На этой земле имеется возможность построить отдельно стоящий спортивный зал. Антон Николаевич на ближайшей сети по его инициативе выделил деньги, 2 миллиона, на проектировку отдельно стоящего спортивного зала. Но это не значит, что новый школьный корпус здесь не появится никогда. Для него подыщут другое место. Решится в ближайшие два года и наболевший вопрос села – водоснабжение. Сейчас воду жители берут либо дождевую, либо привозную, а она стоит дорого. Почти тысячу рублей за куб. Ни о каком тепличном хозяйстве не может быть и речи – поливать себе в убыток. Анатолий Пахумов успокоил – проблема решаема, но не так быстро. 52 миллиона только проект, но это будет от водопровода идти от Мацесты до Абазинки и сюда на Законцовку. То есть это тоже программа будет федеральная, краевая, а вот это вода. И мы планируем, и водоразведение. А что это говорит? Это говорит, что более-менее через два у вас в прогрессе и в Абазинке будет и вода, и канализация. Другая проблема, которую озвучили жители – неиспользуемые по назначению земли компании Мацеста-Чай. Гектары сельхозугодий зарастают сорняками. Муниципальную землю можно изъять и передать тому, кто будет за ней ухаживать и обрабатывать. Жители прогресса мечтают об этом давно. Мэр объясняет – процедура длительная, и здесь обязательно должен участвовать Россельхознадзор. Три протокола надо составлять, и после этого можно изъять. И можно изъимать людей в сельх. Мы, честно говоря, уже по красной воле изъимаем землю, находимся в судах. Можем дать ему на вас изначально. Волнующимся о сельском хозяйстве жителям рассказали, как уберечь свой урожай от мраморного коричневого клопа. Какими ловушками и препаратами показали наглядно. Также люди попросили главу города продлить время работы рейсового автобуса. Последний рейс – в начале 10-го вечера, а многие в это время только возвращаются с работы. Анатолий Пахомов пообещал, если автобус будет регулярно загружен, то его работу продлят до нужного селянам времени. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Где-то готовность стопроцентная, а где-то еще предстоит большой объем ремонтных работ. Глава Сочи Анатолий Пахомов продолжает объезд школ города перед началом нового учебного года. Накануне мэра смотрел сельские образовательные учреждения Лазаревского района. Практически везде уже завершаются ремонтные работы. В школе номер 81 еще несколько лет назад буквально страдали от подъема грунтовых вод. Здание постоянно подтапливалось. Теперь, после строительства дренажной системы, здесь, на улице Космической, по-настоящему космические условия для обучения. А к новому учебному году в школе открыли точку роста. Подобные центры образования цифрового и гуманитарного профиля открываются сейчас по всему краю. А это школа номер 83 в Катковой щели. Построено здание в 1961 году. Тогда же возведен и деревянный спортивный зал. Здесь нет газа. Здание отапливается углем. Школа и территория вокруг ухоженные. Как рассказала директор, впереди школу ждут перемены. И начнутся они со спортивного зала. Спортивный зал вошел в программу по строительству отдельно строящихся спортивных залов для сельских малокомплектных школ. Что изменится? Вот что у вас сейчас есть и что будет? Этого не будет. Будет новый современный спортивный зал с тренажерами, с раздевалками, с душевыми. Все как положено по современным требованиям. Сложная ситуация с ремонтом двух спортивных залов в школе номер 89. Подрядчик затянул с работами и теперь пытается наверстать упущенное время. Вроде подрядчики, они не новички в этом деле. Возможно, они первый раз связаны с такими объемами большими. Возможно. Я не могу уверять на 100%. Но я надеюсь, что у нас все будет благополучно. И 19-го мы сдадим работы все. Глава установил срок окончания работ – 19 августа. В противном случае, возможно, вмешательство в дело прокуратуры. По мнению Анатолия Пахомова, все школы будут готовы без исключения. И 1 сентября откроют свои двери. Три района города Сочи уже готовы. И все новые школы. Мы видим, что они будут готовы к учебному году, который мы строили в это время. Что касается Лазаревского района, то мы видим, что здесь еще есть над чем поработать. Считаем, что ничего страшного не происходит. Но тем не менее, 18-го числа я снова приеду и посмотрю, как выполнили все мои поручения. Сельские школы, конечно, скромнее городских общеобразовательных учреждений. Те, что проверил глава города, уже отметили полувековой юбилей. Но благодаря активной работе руководства, а главное – помощи шефов-единороссов, практически все находятся в хорошем состоянии. В Сочи озовут лицензии у недобросовестных управляющих компаний. Работу одной из таких обсудили сегодня на встрече главы города с общественными помощниками по вопросам ЖКХ. На балансе у этого домоуправления 43 дома, и они рискуют быть неготовыми к зиме. У главы города 16 общественных помощников по вопросам ЖКХ. Активисты выявили управляющую компанию, которая взяла на обслуживание по конкурсу дома, жильцы которых сами ранее не могли определиться с формой управления. Взять взяла, а вот к работе не приступила. А впереди отопительный сезон. Люди не жалуются, что плохо они работают. Официальных не подают жалоб, чтобы можно было их там перерасчетки какие-то сделать. Люди у нас, к сожалению, вот инертные не сядут и сидят. Ну не работает, и мы платить не будем. Ну и это устраивает, вот такие управляющие компании. Они потом через год приходят, поставляют через претензии, забирают деньги и говорят, а у нас жалоб не было. Вот суть заработка таких управляющих компаний, которых, как отметил Анатолий Пахомов, быть в Сочи не должно. Выйти на контакт с представителями управляющей компании у общественников не получилось, телефоны не отвечают. Глава города распорядился обратиться в прокуратуру, а населению помочь срочно выбрать достойное дом управления. Всего в Сочи 135 управляющих компаний, не выполняющих условия договора, лишат лицензии. В целом на общественных помощников глава города возлагает большие надежды. У меня и просьба, почему я хотел. Общественники должны по каждому дому пройти, добиться того, чтобы дом и общественные места должны быть в хорошем состоянии, в том числе и покрашены. И Алексей Борисович, и Александр Сергеевич, они должны по каждому дому увидеть картину, что вот подъезды, вот в таком виде они дома. По оценке городских властей, Сочи сегодня готов к зиме на 60%. В Аднерском районе теплоузлы в многоквартирных домах подготовлены на 87%. Почти так же в Лазаревском немного отстают хосты и центры, у них 60 и 64% готовности. Отчитаться о подготовке главы районов должны 31 августа. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В воскресенье свой профессиональный праздник отметят строители. В Сочи лучших в этой профессии чествовали сегодня. Мэр Сочи Анатолий Пахомов пригласил на торжественное мероприятие самых социально ответственных строителей. Сочи ежегодно подтверждает свой статус города, где комфортно не только отдыхать, но и жить. И происходит это во многом благодаря труду строителей. На курорте особое внимание уделяется развитию социальной сферы. Сочинским строителям есть чем гордиться, ведь они возводят новые школы и детские сады. Сегодня мы имеем город, который вырос на 200 тысяч населения. А это значит, что для строителей и для властей города новый вызов. Не хватает садов детских, не хватает школ. И только за последние 10 лет в городе построено 10 новых объектов школ. К 1 сентября планируется досрочно ввести в эксплуатацию дополнительные корпуса на 400 мест для начальных классов 82-й школы в Дагомысе и гимназии номер 15 на Макаренко. В этом же районе к концу года должна открыться новая 101-я школа на 1100 мест. Ответственные подрядчики будут продолжать строить школы и в следующем году. Работу тирана Геворкяна, например, глава города уже оценил и сегодня наградил его знаком почета. Социальные объекты, как вы сами знаете, это очень серьезные. Это дети, дети это надо в будущее наше, надо строить очень качественно. Я рад, что наш труд, наш родоначальник очень хорошо оценил, дал оценку отлично и предложил участвовать на Мамайскую школу. Не забывают в городе и про дошкольные учреждения. За последние годы в Сочи были построены 9 детских садов и 11 пристроек уже существующим. Всего же за 5 лет появилось более 5000 дополнительных мест. Темпы, набранные городом Сочи в строительстве социальных объектов, не планируются к снижению, а только к наращиванию. Уже отыграны контракты завершения пристроек к трем детским садам ясельных групп. В этом году проектируется дополнительно еще 4 пристройки на следующий год ясельком. И у нас готовая проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу для строительства в следующем году трех школ. Школы появятся в Красной Поляне, на Мамайке и на Бытхе. Помимо социальных объектов, строятся дороги. С этого года Сочи участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого рассчитана на 6 лет. И в этом деле никак без профессионалов-строителей. Без них также невозможно обустраивать новые парки и скверы. Большая работа была проведена для соединения новой Мацестинской набережной и Теренкура. В ближайшее время одна из самых длинных и благоустроенных прогулочных зон Юга России будет открыта. Глава города подчеркнул, многие вопросы ремонта, строительства и благоустройства в Сочи решаются в том числе при поддержке бизнеса. За сотрудничество, профессионализм и вклад в развитие курорта строителям вручили благодарности и почетные грамоты от главы города. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКД». В Сочи пройдет чемпионат мира по мини-футболу среди полицейских. Турнир будет проходить с 23 по 31 августа в Красной Поляне. Организаторами чемпионата мира являются Всемирная полицейская ассоциация МВД России, Краевое управление МВД и Международная правоохранительная ассоциация антитеррор. Турнир ежегодно проводится в разных странах мира. На этот раз в мероприятиях чемпионата примут участие более 200 человек. Руководители международных спортивных организаций, сотрудники структур безопасности и правопорядка, полицейские пожарные и работники таможни. 25 полицейских команд из 22 стран. Уже подтвердили участие Бразилия, Барбадос, ЮАР, Канада, Конго, Китай, Украина, Мальта, Ирландия. Церемония торжественного открытия пройдет 24 августа на курорте Горкий город. Финальные игры состоятся 30 августа на трамплинном комплексе «Русские горки». А завтра, во вторую субботу августа, в Сочи отметят День физкультурника. В этом году юбилей у самого праздника 80 лет. Начнется день с массового забега с боксерами, участниками которого станут спортсмены, тренеры, руководители Сочинской Федерации бокса. Около 350 человек после старта в 8.30 преодолеют 5,5 километров до башни Ахун. А после на площади у колеса обозрения пройдет открытая тренировка и награждение боксеров за высокие спортивные достижения в этом году. В 11.30 в спортзале гимназии номер 9 состоится мастер-класс по дзюдо. Его проведет мастер спорта эксперт Федерации дзюдо России Сергей Ермолаев. Изучить основные принципы этого вида спорта приглашаются все желающие в ход свободный. Центром празднования станет площадь имени Николая Островского. Здесь в 17.00 будет развернута выставка-презентация всех городских спортивных школ. Будут работать фотозоны, а главное, каждый гость сможет освоить новый навык, будь то вязание морских узлов или техника прыжков на скакалке. В 17.30 начнется и торжественная часть. Чествование работников, отраслей и ветеранов спорта, а также обширная концертная программа. К празднованию Дня физкультурника присоединились и любительские спортклубы и фитнес-центры. На площади Южного Мола с 18.00 до 20.30 будут проходить показательные выступления тренеров. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok